Фраза «мне только спросить» скоро перестанет звучать в коридорах современных больниц. Прием пациента будет производиться без лишних промедлений. Такое будущее для медицины будет возможно после правильного распределения обязанностей между медицинскими работниками. Выписка рецептов лекарственного льготного обеспечения с электронной подписью врача. Врачебное дело. Занимается сейчас этим медицинская сестра с помощью оператора. Там немножко цепочка выглядит по-другому, но времени высвобождается также много, потому как врач не отвлекается на выписку рецепта технически. Соответственно, в это время он беседует. В России уже есть опыт такой перетасовки функций и дел между врачом, медсестрой и администратором в больницах. И скорость оказания услуг возрастает. Однако до мастерства работы в команде нужно еще дорасти. И в первую очередь подготовить кадры. Вообще колледж у нас активно подключается. Все медицинские проекты, реализуемые в крае, будь то расширение полномочий среднего медицинского персонала или введение в систему здравоохранения новых сотрудников, как это было, например, с проектом помощник фельдшера. Мы сейчас активно развиваем социальное партнерство и контракт на целевую форму обучения студентов. То есть мы готовим сотрудников под конкретное рабочее место. Ставки делают на молодую кровь, обучают новым принципам работы студентов. С этого года студентов специальности медико-профилактическое дело впервые включили в образовательные программы, которые позволяют медсестрам и медбратьям осуществлять уход за больными, еще обучаясь в колледже. Студентов мы не отбирали. Студенты к нам через заведующих отделений. Мы обратились самостоятельно с просьбой о том, что они бы хотели получить такую профессию, должность и выйти на работу еще в рамках получения базового образования в медицинские организации, то есть познакомиться с системой здравоохранения до момента получения диплома в профессиональном образовании. Курочка профессиональной переподготовки для студентов точно не будет лишней, сделает их более конкурентоспособными. Хотя сегодня любой медик на вес золота. В этой сфере существует серьезный кадровый голод. Огромная доля, то есть 30% с нашего здравоохранения, здравоохранения нашего региона это медицинские работники пенсионного возраста. И если на сегодняшний день не поддержать эту категорию, они могут уходить, увольняться. И, конечно, для нас это будет большая потеря. Пока принцип понятен не всем. Измерить давление и температуру – обязанность медсестры. А данные о пациенте в компьютерные программы вносит оператор. Врач лечит. Кажется, что сейчас медики изобретают велосипед, на котором потом будет удобнее ехать. Но первые результаты нововведений уже заметили. Когда появились свободные талоны, а они появились, пациенты вообще не понимали, что происходит. У них есть доступность не только к врачам-терапевтам, но и к узким специалистам. Потому что мы же отрабатываем не только участковую службу, мы отрабатываем всех специалистов. Принцип тот же. И понимаете, мало того, что талоны появились, а ведь еще доктор общается с ним, не отвлекается на компьютер, как они раньше говорили. Она совсем не поговорила со мной. А я так хотел пожаловаться на свою жизнь. Довольный пациент – уже показатель. Если врачебный прием не будет превращаться в муку для посетителей, то и процесс лечения станет заметно приятнее. Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.